Я как чистый белый лист Полочки делаю, скворечники делаю Питер ставь на мне автограф Из этой пушки я стрелял в кадре Начинающий артист Возьмите, пожалуйста, мой программ «Городук» Надо было попробовать? Нет, так не надо Самого себя биограф Я бы чё в страну просрал, и ты сюда приперся Если бы я клоуном не стал Я бы гениальным был сапожником Валим быстро-быстро-быстро валим отсюда Быстро Давай споём песенку, которую я называю «Ленинградская» Вы называете «Белый лист», он называет «Чистый лист» Какая разница, как она называется? Это авторская ваша А я ничего чужого... Я сегодня сделаю только одно исключение Вы споёте песню группы «Рамштайн»? Нет, я спою песню группы, которую ты не знаешь Ты же не знаешь, что есть такая группа «Червоной гитары»? Откуда ты знаешь? Ну как я не знаю? Другий Круль Я в музыкальной семье вырос У меня там помимо «Червоной гитары» ещё слушали кое-что Неужели венгерскую группу «Илиш»? А вот это не знаю, правда Вот, я тебя и поймал Ладно, поехали Давайте Я приехал в Ленинград Странным южным незнакомцем Там я тридцать лет подряд Прожил в ожидании солнца Помню всё, вот я иду Никому не нужный дерзкий В семьдесят восьмом году Прямо с поезда на Невский Это кто взял такое? Это у меня, извините Это я, у меня перенастроили Подожди, дядя Юр, она книжку купила вашу Эта книжка упала сейчас на рояль просто Но то, что она знает, что такое домажор, я уверен Я подумал, неужели такое лажанто Я в собственной песне Нет, у неё сместилось На четыре такта сместилось Да, клавиатура немножко Нет, клавиатура сместилась Сейчас всё в порядке Я клянусь, надо это оставлять Это очень забавно Поехали, ещё раз Давайте ещё раз Может, как-нибудь по-другому назовём теперь? Давай Я приехал в Ленинград Странным южным незнакомцем Там я тридцать лет подряд Прожил в ожидании солнца Помню всё, вот я иду Никому не нужный, дерзкий В семьдесят восьмом году Прямо с поезда на Невский Я как чистый белый лист Питер, ставь на мне автограф Начинающий артист Самого себя биограф И в моей большой стране Эта встреча неизбежна Из портретов дважды мне Подмигнул товарищ Брежнев Я иду такой наглец Сильно задранной планкой Там, где Анечка в дворец Повернул я на фонтанку Жизнь прокрутит фуэте И предвидел я едва ли Что дойду до БДТ Где меня и обломали Ах, как быстро Век прошёл Между выдохом и вдохом И сейчас мне хорошо Потому что было плохо Я счастливый, это плюс Я не молод, это минус И я жить не тороплюсь Жизнь сама поторопилась Если б мне вернуть друзья Годы крылья и осанку Вновь, как чижик, пыжик Я улетел бы на фонтанку Ха-ха-ха-ха Не стал, не стал Вот такой будет финал Иду к тебе Да, давайте Раз, два Проигрыш Саня Дюра идёт Комнедири Клёво Очень клёво Вроде как даже музыка есть Почти Род Стюарт Дядюр, ну это монстры Они со многими играют Понимают, что такое музыка То есть песня говно Они вытащили Ха-ха-ха-ха Ну давай споём, ну эту, короночку Она вернётся Она вернётся Она мне ночью заменяет солнце А чё без матери пришёл Я говорю, без какой матери? Без Аниты Как говорят у нас в Казахстане Я не буду эту песню петь Бесплатно Можно только на мгновенье Почему Анатолий Цой? Цой Да потому что в первый раз Вот это зло меня выгнало И потом у него Эти слёзы Ты вселенная моя Люди говорят Без любви легче А продюсер точно в курсе Что мы здесь снимаем? Ребята, я напоминаю Что Музлофт выходит Не только на Ютюбе Но и на Рутюбе Там выходят уникальные выпуски С гостями, которых нет на этом канале Подписывайтесь на наш канал На Рутюбе Смотрите, поддерживайте И обязательно оставляйте комментарии Музлофт-бэнд Леночка Шаманкова Потрясающе Она книжку сегодня принесла Мою Вашу книжку, да Неделю бегает, ждёт Валерочка у нас черноок Дядюра смотрит шоу Музлофт И Валерий ему запомнился Да-да-да Когда пела Саша Капустина Да Она поёт Прекрасное далёко Нет Слышу голос из прекрасного далёка И дари Да-да-да-да-да-да-да-да Да-да-ди-да-да-ди Да-да-да-да-да-и-дам Барабанщик. Ну, старая никто, знаешь, когда разваливается группа. Нет. Когда барабанщик приходит и говорит, что он написал песню. Танечка Ларина. У нас сегодня саксофон. Привет. Ринат Насыров. Бас-гитара. Баб-гитара. Баб-гитара. И художественный руководитель Музлов Бенда. Мой соведущий. У нас здесь ламповые понятия. Художественный руководитель. Правильно, правильно. Сегодня будет так. Сережа Савин. Сереж. Да, мы ждем у тебя сегодня интересных вопросов. Ты сказал... У меня очень серьезный вопрос. Как-то Александр Калягин сказал, книга «Мертвые души» должна быть у каждого интеллигентного русского человека. Я скажу, например, такую вещь, что три симфонии Чайковского и три великие книги Достоевского надо каждому русскому человеку тоже знать. Бесы, братья Карамазовы, Идиот и, соответственно, четвертая, пятая, шестая симфония Чайковского. Вы как считаете ваши рецепты? Я не с этим списком не совсем согласен. Для себя. Ну, конечно. Достоевский не войдет у меня в три любимых книги. Почему? Ну, вот без объяснений. Без объяснений. При всем моем понимании, глубины, мощи и своевременности его в разные времена. Он востребован каждые 10 лет по-своему. Знаешь, как Гамлет. Когда-то наш педагог сказал, что каждый век получает своего Гамлета. Каждый год получает своего Достоевского. Но я бы назвал других писателей для себя. Чайковский, безусловно, но у меня бы был еще обязательно Рахманинов, у меня был бы Брамс, у меня бы обязательно был Шопен, у меня обязательно был бы Бриттон, у меня обязательно был бы Моцарт, безусловно. Из писателей к тому жанру, ну, к такому светлому, чуть ироничному и грустному, и очень легкому повествованию, ощущению жизни, такому немногословному, был бы у меня, конечно, Чехов, Довлатов, Марк Твен, а из мощных писателей, и, конечно, Гоголь, Мертвые души. Как большинство интеллигентных людей в этой стране, Войну и мир я до конца не прочел. Когда-то. Но потом я читал его моей дочке. И меня снесло, когда я начал читать Войну и мир, в 52 года заново. Было одно прочтение в институте, и это, конечно, невероятная совершенно книга, и фантастическая проза. У нас сегодня вечер литературоведения. И так лет Толстой. А песня «Сапожник» тогда была написана? Нет. Песню «Сапожник» я, кстати, написал не так давно. Я думаю, что я написал ее года три назад. У меня действительно есть бзик. Это передалось мне от папы. Эта песня, она очень простая, и это абсолютная правда, все, что там поется. Мой отец был помешан на чистоте обуви. И для него человек начинался не согласно чеховской фразе, в человеке все должно быть прекрасно, и глаза, и руки, и мысли. Точка. Человеке должно быть все прекрасно. Двоеточие. Обувь. Точка. Обувь. Точка. Он был очень известным хирургом, и я думаю, комплекс чистоты у него был профессиональный. Моя жена однажды сказала моему товарищу, говорит, ты знаешь, я сегодня Юрий наступил на его туфли, и он после этого перестал со мной разговаривать. Она говорит, да не просто разговаривать, ты получил врага. Я, если у меня грязный ботинок, я не то, что на сцену не выйду, но у меня будет испорчен весь день. Это передалось. И поэтому у меня есть все, что есть в мире для чистки обуви. У меня даже стоит электрическая эта штука, как в гостинице, знаешь? Серьезно? Да, да. В спальне причем, Николай. Люблю почистить ноги перед сном. Начищаю их черной ваксой и говорю, молилась ли ты на ночь, Дездемона? И читаю «Войну и мир» при этом, да? Вот эта штука, три щетки там для цветной обуви, потом жесткая и мягкая. И там еще баночки крема автоматически, когда ты нажимаешь так ногой, оттуда крем. Да. Вот. И я всем, кто у меня дома, я всегда чищу обувь. Всем. У меня дети не знают, что такое чистить обувь, жена тоже. И гости иногда. Это шизофрения. Когда приходят гости, я так заглядываю втихарька. Да, проблемы. И пока они там разговаривают, я беру, и они уходят, приходят ко мне в грязные обуви, а уходят в абсолютно чистой. После программы собираем обувь и идем к кюрникам. Я так понял, что мне надо спеть сапожник. Да, да, да. Но самое интересное, надо сказать, что мы, все, что мы играем, мы не репетировали. Может быть, это у вас такой формат и принято, но я так к этому не приучен, я же не профессиональный музыкант, и мне это ужасно интересно. В этом есть какой-то кайф. Это в этом есть искренность, дядюр. Можно? Поехали. Класс. Субтитры создавал DimaTorzok Не стремись, залезь на пьедестал, в каждом деле можно быть художником. Если бы я клоуном не стал, я бы гениальным был сапожником. Пусть нескромным я не покажусь, но за блеском глянцевых картинок, если чем-то в жизни я горжусь, это блеском дочкиных ботинок. Я приличный, в общем-то, артист, родом из забвений массовки. Пусть и не всегда мой голос чист, но всегда чисты ее кроссовки. Чтоб она сияла, дочь моя, чтоб была легка ее походка, под рукой всегда мои друзья. Щетка, крем, пропитка и бархотка, я уйду, ее от слез храня, даже не присяду на дорожку. И она поймет, что нет меня по своим нечищенным сапожкам. Не стремись залезть на пенестал, в каждом деле можно быть художником. Если бы я клоуном не стал, я бы гениальным был сапожником. Музыка. 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 Вот так закончим. Ты поскорей повтори Те слова, что мне тогда сказала Без тебя, без твоей любви Богатства всей земли мне будет мало Это меня что, подловили? А это? А это тогда? Это красиво, это вот такой Слушай Вообще Мы живем в такое референсное время И такой поток музыки невероятный За всю жизнь проходит В КВН есть Ты был в КВНчик в прошлом? Чемпион высшей линии Ты же знаешь такую фрагу? Я регалии свои договорю Не надо Ты же был КВНчиком Достаточно Нет Ближе говорить я вас не слышу Прости, Стасик Но ты же знаешь такое понятие в КВН Как наведенка Ну вот там сюжет какой-нибудь был в городке Допустим Потом ты его видишь ровно через год Ты его видишь в программе 6 кадров Причем люди не воровали Да Они его увидели Он был хорошим Запомнился Прошло какое-то время И он у них как бы родился Вот это наведенная мысль Наведенка называется Поэтому Вот это я думаю Я думаю, что это все-таки Родом Все-таки из Битлз Вот я думаю Это, конечно, не Это другое Но вот все равно что-то в этом Это Иула Дзепплин Было безусловно А Белый лист Мне кажется, что она должна быть Ну совсем далеко от стинга И близко к ДДТ Это ваша песня Белый лист Вот та, которую мы пели Ну с припевом получилось Да Чисто с припевом Такой вот Мне очень хотелось Это сознательная интонация такая Потому что Ну это ленинградская песня А кто лучше Там они Для меня они Ну, кстати, Стас Я знаю, что такое наведенка Я не знаю, как ты в КВН Наведенка ты моя Наведенка Ну, слушай, я тебе Ну есть же великие песни Ну, допустим Я примитивно очень сыграю Пожалуйста Ну, знаменитая мелодия, да? Да Дальше Барабан был Барабанщик бог На-да-ди-да-да На-да-ди-да-да Дальше Барабан Ничта комиссечно-зуряная Дальше Птица счастья завтрашнего дня На-да-ди-да-да-да-да-да-да Выбери меня Я тебе Боль, кто помнит И металлика И металлика Легкое лажанто Да не легкое Это от Лены пришло А вот это потрясающее Смотри, к кинофильму «Метель» У Свиридова называется это «Романс» Да-да-да-ди-да-да-да Да-да-ди-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да Та-да-ди, та-да-да-да Та-да-да-ди И да-да-ди, да-да Да-да-да-ди, да Да-да-ла-да Ну, это великую музыку Так что ж это получается, это родной Все в жизни на веденке Вми только семь нот, очень много идей И поэтому всем не хватает идей Я бы хотел вас спросить У вас настолько напряженная вся история В плане работы Вот, мне кажется, сегодня Да, ну, напряженная, счастливая Счастливая, в хорошем смысле слова Это вы такие все ранние Да удачливые Когда ты артист второй половины жизни Тебе приходится очень многое Наверстывать из того Что ты когда-то не сыграл Не сделал Ну, это естественно Мы с Илюшей познакомились Мне было за 30, а ему за 40 Вот в его случае, представь За 40 Да, но это вот да Я прекрасно понимаю А мне было 89-90 Ну да, 33 года А что, до 33 лет не клеилось? Ну, как тебе сказать Ну, вот в таком Популярность и узнаваемость В том виде, которому приучены вы И поколение электронных средств Массовой информации Да, и соцсетей Ну, конечно, нет И даже просто Просто удачливый, хороший Сегодняшний театральный актер Ну, конечно, нет Но я ведь не обижаюсь на то время Оно все равно Знаешь, хорошие стихи Времена не выбирают В них живут и умирают Большей пошлости на свете Нет, чем клянчить и пенять Будто можно те на эти Как на рынке поменять Нельзя Все самое счастливое И самое несчастное Произошло со мной В те годы И в том театре В котором я работал Но самое счастливое Я до сих пор Отдаю то, что я там увидел Не сыграл, но увидел Запомнил Поэтому, да Мы вот такие Мы поздненькие К чему это сейчас? Просто? Нет Был какой-то вопрос Я вообще хотел спросить Про выходной Как вы отдыхаете А, поэтому сейчас Ну Вот хорошие молодые артисты Умеют отказываться Отказываться надо научиться То есть вопрос не просто Выбора и вкуса Ты понимаешь, что это Г, допустим Ну Вот Илюха Он ушел Он умер Слушай, он умер в 12-м году Уже больше 10 лет, как его нет И кино, в котором он снимался Было Ну было то кино Которое тогда снималось Да, я понял Понимаешь? Ну И что ему надо было? Не сниматься Когда кино Мы любили его Больше, чем оно нас И компенсировали Какие-то очень важные вещи Идущие с самого детства Из этих кинотеатров Из этих летних кинотеатров Из этих утренних и вечерних сеансов Из сидения на дереве Где из-за забора Ты видишь Чарли Чаплина Или Тарзана Или что-то еще Кино для нас Это совсем не то, что для вас Так же, как Пластинка Или диск Диск Битлз Это зарплата Моего отца Вот Купить диск у моряков Пласт Тогда называлось Это в Одессе Это зарплата Моего папы Ведущего хирурга В Одессе Вот цена Цена Материальная цена Музыки Я называю цену Вот реальную цену Не духовную цену А вот такую вот Физическую Вот Поэтому Слушай, вот когда ты все Не сыграл, не спел, не станцевал Ты, конечно, совершаешь Больше ошибок Поэтому все ошибки Которые я совершил В выборе материала Там и кино Это Проблемы роста Но они должны были быть у артиста Которому от 21 до 28 А они легли на артиста Которому, извини, 40-50 Есть разница Был такой замечательный артист Георгий Жонов Да, известно, конечно Ошибка резидента Конец резидента И так далее Он ведь отсидел Я боюсь соврать То ли с 39-го по 53-й Ну, в общем, полжизни человек Отсидел в лагере И когда его выпустили А он артистом уже был Он когда вышел И пришел в театр У него было ощущение Что эти годы Полжизни, которые у него украли Их как будто не было И поэтому он должен сыграть Он не понимал Что он уже не может играть Ромео В том возрасте В котором он вышел из лагеря А хотелось играть все Поэтому сейчас, слава богу У меня очень много работы Но я стараюсь уже Как-то это дело Ну Я третий раз отдал Уметь отказываться Как вы отдыхаете Вот это к тому, что я не отдыхаю И в этом прелесть Ну, я как отдыхаю У меня выходной Я, как правило, снимаю 4-5 дней Один день выходной у меня Я даже, когда не отдыхаю Я стараюсь очень много смотреть кино Кино и сериалов Наша? Нет, ну, разные Разные? Разные, конечно, разные И наши в том числе И очень много нашего Потому что, слава богу Что у нас появилось что смотреть Появилось что смотреть И очень серьезное есть кино И это отбирает время Один фильм или одну серию в день Я стараюсь посмотреть Хотя бы на ночь А если вот совсем выходной Ну, слушай У меня три дочери У меня У меня жена Ботинки надо Ботинки всем надо Перечистить И моим любимым делом Во-первых, у меня есть гитара Которая, ну, вот Ну, не прощает Вот я сегодня Я не играл недели Вот я взял Я чувствую Что-то Ну, все как-то Так вот ребята говорят Они говорят Сережа, сколько ты в день? По два часа сидишь постоянно? Ну, что Сережа говорит? Рахманин говорил Не поиграл день Потерял месяц Не поиграл два Потерял год Ну, это правда Ну, у него высочайший был Настолько уровень Что там это действительно так Там вот то, что обычный человек Я-то могу дрова рубить, слава богу То есть, если скрипач Он не может больше трех килограмм поднимать То есть, это очень такая тяжелая профессия Но я не профессиональный музыкант Но я тоже чувствую Когда я иду заниматься Действительно любимым делом В свою мастерскую столярную Ну, прямо у меня на территории Что вы делаете там? Да много чего я делаю Но я тоже обратил внимание Что спазмирует потом рука очень сильно Особенно от шлифовальной машинки От рубанка От напильника Они же вибрируют От рашпиля Очень сильные вибрирующие инструменты И потом ты берешь гитару И такая спазмирующая рука Ну, что я там делаю? Полочки делаю Скворечники делаю Я колесо делаю для телеги Очень рекомендую Я знаю как Уголочками? Или пол? Да-да-да-да Именно да Уголочками Сегментами Да, сегментами, да, удобно Ну, потом покажу Короче, вы же меняете нам Икею Я понял Все Не, я лучше А можно увидеть? У меня штучные А это нигде не продается? Не, ну зачем? С ума сошел Да я просто Сколько может стоить скворечник Когда у тебя мало свободного времени И ты его делаешь неделю Нет, подождите Сколько тоже стоит скворечник Который там на Авито Стоит 400 рублей Может собрать его Мы же про молодежь говорим У них сейчас мерч свой Они в футболке выпускают В бейсболке Я тебе скворечник Я не поленюсь тебе Скворечник 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 Вот Ленка Ты же могла бы скворечник купить Купила бы Подписала Да, конечно А я дарю всем Слушай, знаешь Какая хорошая тема Когда у тебя нет Скворечника? Ну тебе надо идти Подарок какой-то дарить А ты скворечник Вот допустим У тебя винил есть? Да, я фанат Вот я тебе Такую полку сделаю И подарю Серьезно? Вот это я делаю Полочка для винила Смотрите Со стеклом С цветным стеклом Полочка для винилов Ну туда знаешь сколько войдет? 25 пластинок Я кайфаю от этого Сейчас я тебе покажу Скворечник В ревизоре Есть фраза Про историка этого На которого жалуются Городничему Говорят Он говорит История говорит так Он говорит Пока там дело идет Об афинянах До вавилонинах Еще куда не шло Но как дошло до Александра Македонского Он как хватит стулом Опол Он говорит Вот что хотите А ради Александра Македонского Я жизни не пощажу Вот я ради скворечника Остановлю вашу съемку Нафиг И буду искать Нет, я буду искать скворечник У меня, кстати, профессиональный вопрос А я буду искать скворечник Диаметр отверстия Потому что я сделал маленький И скворец у меня не залез туда И у меня пчел был Полный скворечник Вот такой Ага Я почему скворец не залетел Ой, слушай, я увидел Есть канал диалоги Я рыбался Смотри Надо открывать диалоги О скворечниках канал Смотри, я нашел Буду Это называется Будда Самои Видишь? Да Это метров 20, наверное Ты был когда-нибудь на Самои? Не был Ну, вот такой вот Будда Так Я просто сейчас вот увидел его И тут же А перед этим Я увидел, что у меня есть Похоже Стихотворение Про эту статую Слушайте, дядю Уликальный человек Он искал скворечник Нашел Будду И пришел к стихотворению Сейчас К стихотворению про эту статую Слушай Давай Это в Таиланде Есть такой остров Самои И там Будда Это 10 метров 20 метров Как будто вырванные гланды У рая брошенные вниз Лежали пляжи Таиланда И нежил их сиамский бриз Здесь все эпитеты избиты Здесь красота замылит глаз Здесь появились трансвеститы Совсем запутавшие нас И я пишу стихотворение Хоть ни Маршак, ни Самуил Но я достигну просветления И стану Буддой Самуи И буду толстый и плечистый На солнце С золотом сиять И скажут русские туристы У ног моих Красиво Это тебе вместо скворечника Супер Давай споем, дядя Юрий Просто куплет-припев И никто, даже ребята Не знают эту композицию Твоя? Да Ну что-то недавно я шел Мы с Серегой собираемся у нас в доме Я очень много записываю Так как я ни на чем не играю Там любительский на барабанах У меня мелодии всегда рождаются Ты просто напеваешь потом? Да Я прям в диктофон И вы, кстати Ты отдаешь в аранжировку, да? Ну мы собираем, сидим в доме у нас еще С Серегой Рабочим Я прихожу Мы начинаем что-то креативить И вы, кстати, когда Вот стали Ты Моцарт Моцарт знаешь, как говорил? К нему подходит К Моцарту Церемониймейстер От Иосифа От императора И говорит Где опера Свадьба Фигара За которую вы получили деньги Он говорит Передайте Его Величеству Что опера Свадьба Фигара Уже написана Вот она у меня где В башке Только осталось Пёрышком по бумажке Почиркать Ты так же? А вы же в театре Моцарта играли Ну я именно Ты думаешь, я с Моцартом был знаком? Я тебе просто фрагмент роли сказал Тебе 10 слов из роли Которые запомнил Тут же и блеснул Типа я Моцарта наизуал Вы меня тоже нафиг С каким вы меня Моцартом сравнили Но она у меня в башке есть Да нет, просто фразу хотелось Вернуть хорошую А ты так подвернулся Под Моцарта просто Давай сыграем? Да, давай Почему я здесь? Кто решил за меня Это кто такой я есть Повстречавший тебя летом И твоим озарем цветом И сюда занесен ветром Не взначай Почему ты здесь? Почему мы с тобой рядом? Почему ты здесь? И кому это все надо? Но друг другу теперь рады Согревай меня взглядом Ты скажи Кто я? В этой жизни непростой Очарованный тобой Кто для тебя? Обозначь меня Обозначь меня На исходе дня Кто ты? Излучая теплый свет Расскажи мне Расскажи мне Тет-а-тет Кто мы с тобой? Вряд ли это знает Кто-нибудь другой О, Валерка Вовремя Братан, спасибо тебе огромное Слушай, очень хорошо А давай вот эксперимент сделаем Смотри какой интересный А ты можешь сделать Знаешь что? Сыграть эту историю Я потом скажу для чего Убрав все септаккорды Все добавки В аппликатуре Сделав ее абсолютно примитивной В той гармонии В которой она написана Я тебе скажу для чего И более бардовским таким ходом Умца-умца Ну-ка давай пой Второй куплет Второй куплет тогда будем сейчас Я просто хочу тебе доказать Что это по сути своей Если убрать все украшения Абсолютно бардовская песня Да я знаю Поэтому я говорю Что я не Моцарт Это бардовская песня А это комплимент кстати Вот слушай Я не со знаком минус Тебе это сказал Я понял Вот смотри Вот представь себе Что играет человек Который там Два года учится играть на гитаре Давай Почему все так Проще, проще Кто ответит мне Кто скажет Почему вдруг в такт Застучали сердца наши И по другому характер Да я мечтал Не мечтал даже А теперь это так важно Для меня А теперь давай со своими С фингерстайлом Со всеми прибамбасами Почему вдвоем Мы опять новый день встретим Да Почему мы ждем Чтоб скорее наступил вечер И отпустится к нам вечность Приглашая нам вечный путь Нас с тобой Класс да Клево Правда? Интересно Нифига себе Вот вы настолько в музыке вообще Ну ладно настолько Ну слушай Вот я тебе объясню Почему я Почему вообще этим занимаюсь Потому что когда-то Много-много лет назад Когда У меня было Ну я не помню Лет наверное 11 И у меня появилась Эта первая несчастная Семистронка В которой надо было Разрезать верхний порожек Перестроить на шестистронку Гитара была Ленинградского завода Щепковых инструментов Стоила 9 рублей 50 копеек Интернета не было Как учиться Играть на гитаре Ну как Ну в подъезде Подъезд резонирует хорошо Какие-то ребята покажут аккорды Была школа Иванова Крамского Потом школа Иванова Крамского И самоучитель Пита Сигера Но Но американский самоучитель Это Много джазовых аккордов И это все неприменимо было А это вы что В книжках все было Только Более того А как играть Вот например гитара Одна на трех человек У вас ни у кого нет Вот листика Или книжки Вот под рукой Книжки или листика Ни у кого Книжка 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 Я мою книжку А нифига Дядюра не дала Я ничего не делаю Я напишу Я все подпишу Честное слово Вот смотри Вот школа Вот пришли в школу Гитары-то нету А Петя Знает До-мажор А какой до-мажор Лесенкой которой Да Но это же сложно Там в барре А вон там С открытыми струнами Максимально Нет она книгу не дает Ты видишь какая Вот жмот Моя ж книга Вот представь себе Вот это учебник Да А обратная сторона Она всегда Чистая картонка И рисовались Шесть струн И на них Все до седьмого лада Ну вообще до пятого Как правило И здесь лады И так друг друга играют И вот так сидит Вся школа Сумасшедших людей У которых музыка Вот здесь Интернета нет Ничего не узнаешь И вот так вот Передавалось Это все И все сидят И вот так типа Имитируют И очень чисто все играют Да На обратной стороне Книжки Нарисованы эти Ну это слушай Это год Это 65-й 66-й 67-й Прошлого века И когда ты Такой подзажатый парень Который не понимает Как можно Это в самодеятельности Заниматься Но абсолютно Убежден в том Что он будет артистом Там уже С 4-х или 5-ти лет Без всякой альтернативы То когда появляется гитара Это для тебя Не просто Возможность Спеть хорошую музыку Чужую Почему я Так мало знаю Других песен А это для тебя Такая Как бы Вход в профессию Вот через это Через одно место Через этот инструмент Что все равно В этом есть Какая-то игра Они Я стараюсь Чтобы они все были Такими кинематографичными Чтобы в них была Какая-то история Чтобы ее можно было увидеть Чтобы эту песенку Можно было сыграть Ну вот так это Пошло тогда 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 С детства С тех пор Поэтому для меня Это Что такое профессия Наша с тобой Актерская Что ты заканчивал Ничего не заканчивал Я поступал Значит что такое Вот моя профессия Актерская Это Я заканчивал Клуб веселых и находчивых Да А я сейчас скажу Где мы познакомились Кстати Это Это Удивительная штука Это возможность Очень маленькие умения Выдать за большие Собрав их в одно Вот Эта вся профессия Она состоит Из многих маленьких умений Чем больше этих маленьких умений У артиста Тем он универсальней Если он неплохо поет Если он немножко играет на гитаре Если он неплохо двигается При этом он Сценичен Органичен И обаятелен Так все это собирается потихонечку Если он рукастый Замечательно Если он наблюдательный Еще лучше Поэтому Для меня Это Я не музыкант Я Артист Который просто умеет Еще чуть-чуть И это Вот так Но поскольку я не пою чужих песен Приходится себе самому сочинять Вот и вся история Вы кстати Вам часто говорят комплименты Но я хочу сказать Настолько Если бы я продюсировал вокал в песне где-то Я бы даже Спели очень-очень талантливо Очень легко написать эту песню было Я объясню почему Вы исполнили ее потрясающе Проникновенно И спеть легко И сейчас спою ее проникновенно Знаешь почему? Надо Чтобы встретились два человека Нафиг никому не нужные Во второй половине своей жизни Надо родиться в один и тот же день С разницей ровно в 10 лет И не сразу об этом узнать Только на дне рождения Узнать это Надо хорошо промучиться Надо придумать ту историю Которую мы придумали Надо в ней прожить Надо чтобы с собой рядом был человек Который изменил полностью твою жизнь Который научил тебя любить себя В своей профессии Быть о себе приличного мнения А не как обычно Самоедством заниматься Который научил тебя зарабатывать деньги Который ни разу за всю жизнь Ни при любом количестве выпитого И налитого в уши Друзьями В кавычках А не сказала тебе Ни одного дурного слова Человек, который тебе был предан безумно И потом, когда человек этот В один день умирает Это очень просто написать такую песню Просто надо вместе 30 лет побыть И все Сейчас споем Савин, так это мы с тобой Получается встретились Да, только не умирайте Не-не-не-не Попробуем, да? Все это Мне так интересно Правда, когда это все абсолютно не срепетировано Ну, может что-нибудь получится у нас Так у нас в этом есть Форматик Мы были всякими Красивыми и безобразными И люди ржали над двумя смешными рожами Мы были разными Такими страшно разными И так похожими Такими, блин, похожими Где-то Где-то на этой планете Где-то на этом свете А может потом На том Где-то В тоненьком лучике света Встретятся два силуэта И будут опять Вдвоем Нельзя сказать, чтобы я с тобой уже давно не виделся Есть мир, в котором мы всегда живем по-прежнему Ты там, Чапаева, усами ощетинился Я удивленно поднимаю брови брежнева Где-то Где-то на этой планете Где-то на этом свете Где-то на этом свете Я вижу, ты уже взял в руки свой крутой аккордеон Я знаю, ты себе тайком накапал вал аккордин Я слышу рядом твой, ну точно это твой одеколон Так почему поем вдвоем А голос слышен один Где-то 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 на этой планете Где-то на этом свете А может потом На том Где-то Где-то В тоненьком лучике света Встретятся два силуэта И будут опять Вдвоем Где-то 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 На этой планете Где-то на этом свете А может потом На том Где-то в тоненьком лучике света Встретятся два силуэта И снова споют, снова споют вдвоем Вот так Вы помните, как начинался ваш самый первый день в городке? Конечно Это вот такой важный день в моей жизни Вообще 16 апреля 16 апреля родился Чарли Чаплин 16 апреля родилась моя дочь 16 апреля был первый съемочный день программы «Городок» Мы поехали на Петропавловскую крепость Там, знаешь, стреляет пушка каждый день в Питере Так вот, в этот день, 16 апреля 1993 года Из этой пушки я стрелял в кадре И пошел лед Очень, в Питере бывает, что идут теплые-теплые-теплые дни И вдруг начинает веять холодком, холодком И такой гул пошел И из Ладоги, вот эти 80 километров, лед Многоэтажный прет в сторону Балтики Это очень холодный день Вот это был очень холодный день Я его помню полностью И весь тот позор даже, который мы сняли Я, если бы можно было, не зная за какие деньги Уничтожить Несколько первых программ «Городка» Каждый раз, когда я это говорю, появляются Вот я на свою, извините Говорю про это, и обязательно появляется Какое-то количество людей, которые именно эти передачи захочет посмотреть Это чудовищно Это срам господен Ну так надо было попробовать Надо же было... Нет, так не надо было Надо было как позже А сколько было дней проходило? Я приду, посмотрю обязательно Ну я не сомневаюсь Ну просто анекдоты галимые сыграли Колесо доделает Ну так, как анекдоты делали эти два человека Это было сумасшествие Это было настолько круто А что ты говоришь, сколько дней? Сколько дней между съемками было и выходом эфира? Ты знаешь, бывало так Был такой у нас Паша И есть он замечательный монтажер И потом режиссер монтажа Заканчивал он обычно без... Мы на фонтанке работали, да? Оттуда до московского вокзала Если на велике И очень быстро, ну, надо 10 минут В общем, без 15-12 ночи Он делал последнюю склейку То есть делал копию Садился на велик И несся за последним вагоном Передавал проводиться «Позьмите, пожалуйста, мы программа «Городук»» Он говорил «Какой городук?» Всегда Потом мы уже не успевали на поезд Он говорил «Я закончу в 6 утра» Тогда он на велике ездил в Пулково Или на такси И мы передавали самолетом Для этого пришлось завести курьера специального в Москве Который встречал наши передачи В день эфира заканчивалась она Более того, она иногда не проходила ОТК Но по нынешним временам Это невозможно себе даже представить Но передача с колес Выходила в эфир А на следующий день Ее отсматривал ОТК И писал нам замечание «Где у нас брак?» Просто вот с пылу с жару Не было за всю историю программы «Городок» Ни одного случая Когда эта передача Согласно договору Была бы за неделю на канале Ни разу А были какие-то адские сумасшедшие съемочные дни? Или какой-то забавный день? Никогда Никакого ада У меня воспоминаний Что это ад не было Это было счастье Двадцатилетнее счастье Очень трудное Иногда потное такое счастье Иногда вымученное Неважно Тяжелыми были монтажи Поскольку я был еще режиссером-постановщиком Этой передачи Вот это было тяжело Это количество кофе выпитого Этих сигарет выкуренных А съемки Это было Это радость сплошная Это самое легкое Внутри этого процесса Прикол нашего городка Там сумасшедшие прохожие Не попадались? Попадались часто Но я много раз об этом рассказывал Ну расскажите хотя бы одну У нас другая Все равно аудитория Однажды мы снимали такой прикол Когда якобы Человек сбежавший Из КПЗ Или из тюрьмы Неважно Прячется В люке Ну как бы канализационном На самом деле это был люк По которому проходили кабели Ленинградской телефонной сети Милиционер стоит на этом люке И просит прохожих Постоять на этом люке Чтобы он не убежал Потому что ему надо У него нет рации А ему надо вызвать машину И подкрепление И вот становились эти люди И все отпускали Пожалуйста Ну я был там в люке У меня был мониторчик У меня был монитор И я видел человека Которого трансферировала мне камера Между крысами Которые по мне бегали Это самое страшное Что у меня было на съемках Это бегающие по ногам крысы И по коленям Вот это ужасно И я на них смотрел И все отпускали И вдруг подходит один С пакетом молока Я говорю Брат, ну понимаешь Ну ты сам А ты говоришь Где чалился? Я говорю Чего? Где чалился ты? Чего ты меня гонишь? Расстегнул ширинку А на каждом люке Есть вот такая дырочка В которую проходит Этот самый ломик И люк поднимают И метко-метко При этом у него был пакет То ли с соком То ли с вином Видно выпил Судя по тому Сколько это продолжалось Он выпил много До меня Жидкости вообще И почки у этой сволочи Работали великолепно И ни о каком простатите Речь быть не могло Я, хотя, боже, пошли ему простатит Говорил я себе А струя была мощная Сильная, долгая И все это было на мне Вот так народ В прямом смысле слова Обоссал артиста Извините за выражение Как его наши потом гоняли Из автобуса Я говорил Не трогайте, не трогайте его Потому что это кадр Да И вот ты думаешь Что важнее Что это попадет в историю Или то, что я сижу обоссаный Понимаешь В этом люке Однажды Ну, сейчас это норма На всех остановках А тогда было это Из-за разряда научной фантастики На автобусной остановке Мы установили Как бы Онлайн-связь С операторами Откуда Добрый день Уважаемые жители Санкт-Петербурга Автобус номер 25 Подъедет Ровно через две минуты Осторожно Автобус приближается И так все это Интеллигентно Все это Вас что-то не устраивает Вот я вижу Женщина Что за три буквы Вы сейчас сказали Она говорит Ничего не сказала Спасибо вам Они все общались Со мной Вдруг подходят Два таких Алкашка Питерских Посмотрели С отверточкой Эту штуку Динамик этот Там еще микрофон Микрофон так С корнями С проводами И куда-то так Походочкой Ушли А мы взяли Реквизитор у нас был Новый Это самая страшная И слабая позиция И по сей день В кино И на телевидении Я бы вот фильм ужасов Снял бы Который бы назывался Последний реквизитор У меня рассказ есть Который так называется Это Это очень серьезные люди Ребята Реквизиторы Никогда не деритесь С реквизитором У них всегда есть Нож Вилка Это реквизиторы И скворечник Потому что у них Хоть что Ну конечно А этот реквизитор Так посмотрел Говорит Я сейчас Сейчас две минутки И я смотрю А он крепкий парень был Он удаляется В подъезд За ними Тишина Проходит одна минута Он возвращается Такой Кладет этих два динамика Микрофон Берет стакан воды Валим быстро 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 Валим отсюда Быстро Давайте Шнелля 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 Цигель Давай 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 Поехали А мы думаем Что-то Что произошло И дальше фантазия актерская Стала рисовать картинки В этом подъезде На следующий день Наш директор Все питерские газеты Внизу Знаешь где мелким шрифтом На Васильевском острове На 17 линии Найдены два трупа В подъезде дома Она вот так Вычитывала Все новости Ничего не было Были страшные истории Грустные Ужасно грустные Пронзительные На скрытой камере Когда Например Парень один Заикается В этой самой В ателье В фотоателье А наш его разыгрывает А он клиент Он пришел сфотографироваться И я говорю Сашке в ухо Сань Сань Скажи ему Чтобы он спел Есть такая методика Когда человек поет Он не заикается Это очень интересно Ну Чтобы не обидеть человека Не оскорбить И он ему говорит Спой что-нибудь Он говорит Это бесполезно Я И пел И все Понимаешь Я В В 82-м Году В Плен попал В В В Афганистане Они Знаешь Что сделали Вот смотри Поднимает Футболку А у него Звезда Выжжена То есть Его пытали Он говорит Поэтому Я С тех пор Заикаюсь Вот как это Снимать Вот как дальше Вообще Снимать Как дальше Шутить Ты же Это в эфир Все равно Не поставишь Ну вот Бывало смешное Бывало страшное Петь надо Да Давай Я так Сделаем Ты знаешь Я сейчас Пошел На рекорд Я не курю Целый час Будьте вы Прокляты Я пошел Курить Из разрешенных В Советском Союзе Доступных групп Которые выпускала фирма Мелодия Можно было купить Были червоные гитары Справедливости ради Надо сказать Что это потрясающий ансамбль Действительно Очень клевый Валера с ними играл Да На одной сцене Да, один раз Ну классные они Да, потрясающие Руководитель Руководитель и композитор Там был такой Северин Краевский Они выходили Отложные такие рубашки Поверх пиджака Длинные-длинные воротники И у него была Двугрифная гитара По тем временам Что-то невероятное И вот Шлягер основной У них была Тогда Неспочнемы Переводится это Не успокоимся Мы не успокоимся И мы с моим товарищем В тяжелые годы Когда костлявая рука Рыночной экономики Постучалась в наши двери Наших домов Никакого городка Еще не было Это был Девяносто первый год Он постоянно Челночил Он ездил в Польшу Продавал там Вещи Он Значит Делал так Он закупал Всякие Железяки Телевизоры Белье Презервативы Вез это в Польшу На польских рынках Продавал Что-то покупал В Польше Приезжал в Одессу Перепродавал На эти деньги Опять что-то покупал Опять Я это называл Круговоротом Говна в природе Потому что Когда я его спросил А конечная цель какая? Купить пароход Самолет Построить завод Какая конечная цель? Он сказал Вот ты меня сейчас В тупик поставил Потому что Не было ее И вот мы значит Купили Две электронных Две машинки Радиоуправляемых Электроника Мы купили 200 шариков Для пинг-понга Для тенниса 100 валанов Раскладной Столик Со стульями Для пикника И я настоял На покупке Двух счетчиков Гейгера Он говорит Ты обалдел Это очень дорого А вдруг не купят Я говорю Олег Из Чернобыля Облако Куда пошло? Он говорит Куда? Я говорю В Польшу На Польшу Я говорю Улетит Вот так Это были Две единственных вещи Которых мы не продали Потому что Они нафиг Никому были не нужны Неважно Мы очень серьезно Отнеслись к плейлисту Составили плейлист Кассеты И конечно Червоные гитары А он прекрасно знает Польский язык Знал Я ему говорю Олег Почему Мы не успокоимся Мы не успокоимся Мы найдем седьмой лес Мы придем к нему В этот седьмой лес Я говорю Почему лес седьмой? Что значит седьмой лес? Там Щудьмы ляс По-польски Он говорит Ну потому что В польской мифологии Очень большую роль Играют цифры Числа И вот седьмой лес Это такой лес Которому стремятся И никогда не могут найти И он тогда сказал Историческую фразу Я говорю Чьи слова? Мы порылись Нашли слова На пластинке До этого Слова Агнешки Осетской А у Куджавы Я вспомнил Была песня Мы связаны Агнешка Давно Одной Судьбою В прощании Это забодать На родине Осетской Купить барахло И обратно Привезти На родину Куджавы Все Поехали Неутулены в пьерший жаль Поза едно Ущина Удалил Друга Такого У нас Че не было Неспочнемы Неспочнемы Ним дойдемы Ним зайдемы В чудь мы ляз Вьен сподродзе Вьен сподродзе Зашпеваемы Зашпеваемы Еще раз Ненасыцены В сердцу Гвуд Поза едным Моцным Хвудом Других Вуд Неспочнемы Ним дойдемы Ним зайдемы Чуть мы ляз Вьен сподродзе Вьен сподродзе Зашпеваемы Еще раз Невытонченный Выпшми баль Поза едно Ущина Удалил Друга Даль Неулеченный Ушне буль За пиковым Чарным Крулем Других Круль Непочешеный Ни очас Поза едным Чарным Асом Других Ас Неспочнемы Ним дойдемы Ним зайдемы Чуть мы ляз Вьен сподродзе Вьен сподродзе Вьен сподродзе Зашпеваемы Еще раз Невытонченный Выпшми баль Поза едно Ущина Удалил Друга Даль Неулеченный Ушне буль За пиковым Шарным Шарным Крулем Других Круг Чиварто Было Кохач нас Можем Варто Лечь на карто Ушле Грал Час Неспочнемы Ним дойдемы Ним зайдемы Чуть мы ляз Вьен сподродзе Вьен сподродзе Зашпеваемы Еще раз Вьен сподродзе Вьен сподродзе Зашпеваемы Хочешь раз Круто! Не, ну клевое оно Гармония За крулем Круль Другий Круль Потрясающе Мне кажется Если читаешь сценарий Про вампиров Это какая-то Не русская Больше тема А какая-то Более западная Все говорят Я правда не видел Что сериал Очень крутой Я не видел Но нет еще Возможности посмотреть Я обещаю Что я через неделю Но ты не в бизнесе Ты не в тренде Старик Я знаю Что вы постоянно В тренде Потому что Вы всех знаете Я реально Вот сейчас Мы даже стояли Разговаривали Чабанова Я знаю Ну конечно Замечательный парень Потом Все новомодные штуки Дедюра все знают Он следит Он в тренде Я нет Не значит Что я все люблю Но знаю точно Мне просто Там внутри Этого поколения Интересно С ровесниками Уже скучно Ааа Потому что Поскольку Их становится Все меньше и меньше Ровесников То естественным путем Уменьшается Конкуренция В моем бизнесе Поэтому количество артистов На роли Которые должны сыграть Все время Естественным образом Уменьшается И ролей становится Все больше Сериал вам Сериал вампир И средней полоси Полоси Полосы Как вы туда попали Он писался на меня Он писался на нас Да Я этого не знал Честно скажу Шоураннер Как недавно Один Очень известный человек Я говорю Шоураннер Он говорит Кто Я говорю Шоураннер 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 А я там дальше Что-то Разговор пошел дальше И я говорю Вот и действие происходит Там в одном фильме В Альбукерке Сори Я говорю В Альбукерке 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 Ну не вальше Леша Акимов Придумал эту историю Со своими авторами Не говоря мне То есть они Ну знаешь Вот эта система Референсов Вот он имел ввиду меня И поэтому Они мне Предложили эту роль Я Прочитал С наслаждением Это был пилот Мы сняли Пилот Потом Ребята пропали У них были Финансовые Какие-то проблемы Переходы С канала На канал Вещатель И когда они Мне позвонили Я уже не мог сниматься Потому что у меня были Другие договоренности И меня спросили Могу ли я посоветовать Кого-нибудь Я говорю Вот это я сделаю С удовольствием Доброе дело Я советую вам Либо Мишу Ефремову Либо Рому Мадянову Снялись Начал сниматься Миша И довольно долго Снимался И Сериал прервался Не из-за Этой трагической истории Которая с ним произошла А из-за того Что началась пандемия И когда они уже Должны были выходить Из пандемии Уже тогда случилась Эта вся штука И они мне позвонили Чтобы я был Вместо Миши Я был категорически против Потому что я сказал Не, ребят 70% актер сыграл Но уже было понятно Что там ситуация Безвыходная И просто мы договорились Так, что Я начинаю сниматься И снимаюсь Не больше там Нескольких дней Решающих До суда Когда суд И если Допустим Произойдет чудо И будет какое-то Допустим Условное наказание То я спокойно Поэтому я Бесплатно снимался Эти дни Я ухожу А Мишка приходит Но чудо не произошло Он знал Об этом Что я буду сниматься Сказал мне Работы И я сыграл Вот и вся История Но роль такая Знаешь Перезагрузочная Она такая С одной стороны Она очень легкая Но во-первых Я не гримируюсь Только ногти клеят мне Так я и так их клею Вон видно Они другого цвета Но я их клею для гитары А там еще длиннее И волосы вперед Я даже не знаю Как гримваген выглядит Где артистов гримируют Я не бываю там Пятидневная небритость И все А в жизни кровушку пьете Ну допустим Молодым режиссером Не Я не вампир Но у меня только один был случай Ну вот только один Я не пробуюсь в кино Я из-за этого теряю Наверное большое количество ролей Я не хожу на кинопробы Вообще Не потому что я такой крутой Или звездный Там очень простая причина Я в молодости В своей Когда кинопробы были на кинопленку Ответственность была невероятная Дубля Это сейчас вон цифра Ну хорошо Ну давай вот Да пиши Пиши Не останавливайся Снимайте Какая разница Ну карточку поменяют И все Я не был утвержден Ни в один фильм После кинопроб И у меня Возник такой Стойкий рефлекс Что если кинопроба Меня снимать не будут Поэтому я не снимаюсь Не из-за понтов А потому что Как только Я приду Увяжу эту красную лампочку Я просто становлюсь Очень плохим артистом А как только я вижу Эту красную лампочку На площадке У меня возникает Невероятная свобода И счастье Вот поэтому Я не пробуюсь Один в один Вот честное слово Ну просто У меня интересы Немножко другие Так получается Подожди Да А вы не закончили Да историю Про режиссера И вдруг Мне предлагают Одну симпатичную роль И говорят Давайте Еще были какие-то Послепандемийные дни Давайте по Зуму Свяжемся И просто Пообщаетесь С режиссером Ну познакомьтесь Я говорю Да я с удовольствием Да мы можем И порепетировать И все что угодно И очно Сколько угодно Репетировать Только чтобы Вот эта вот Вот эта фигня Я сажусь на Зум И у меня на компьютере Появляется Квадратика в 16 Окошек Вот что это такое И сидит такой Молодой парень И говорит Добрый вечер И так мы Начинаем пробы Артиста Стоянова Там На роль Иванова Сцена номер пятая Я говорю Пожалуйста Он говорит Что Я говорю Начинайте Он говорит Что начинать Я говорю Ну вы же сказали Что пробы Я говорю Да Вот я и буду тебя Сейчас пробовать Сниматься мне у тебя Или не сниматься Пошел ты И нажал кнопку Вот это был Единственный раз Такого хамского Моего отношения Абсолютно Ну потому что Ну Есть какие-то вещи Как говорил Джигарханян Я Дед Юра Невероятно эмоциональный На площадке В хорошем смысле Этого слова Иногда и в плохом Вовлечен в работу Мне нравится Как он вас может послать Но это Настолько по кайфу То есть я бы хотел Чтоб меня Тебе нравится Давай я тебя пошлю В конце передачи Мы познакомились На фильме Love Мы там снимались У нас не было На совместных сцен Не было Единственное Вас на каталке Вывозила Лена Валюшкина А ты знаешь Что я первый раз В жизни Для Love Написал песню Да я знаю Ту которую я потом Там пел В кадрике Да я это знаю Там был один куплет А вообще их два Я знаю Вот мы там так Заочно познакомились У нас просто сцена была Дед Юра выносили Я дальше там Говорил Все спокойно Ребята аккуратно Сейчас все починят Все сделают Вот И история Которая произошла Хочу вот прямо сейчас С дед Юрой Вот проговорить ее здесь Не знаю Она меня бомбила Значит у нас была Всего лишь одна сцена И значит была такая ситуация Я там Мой персонаж Который адски не был Проработан Никак вообще То есть мне дали текст Все заходи в кадр Съемочные там горят Дни и так далее Я начинаю Вникать в персонаж И я вижу Его для себя Внутри Вот таким Режиссер еще сам Не понимает Где меня там Турбулентность болтает Или нет И была сцена Вы заходили Когда там в катал В морге Да И дед Юра мне подсказывал Одну фразу То есть как ее лучше сказать Но я понимаю Что я органично Так как Юрий Николаевич Сказать не могу Я парился Над этой всей историей В итоге Я ее не сделал Эту сцену Нормально все Ты сделал Тогда Не сделал Мы бы не ушли С площадки Мы с Ромой Нам не доставляют Удовольствия Горцевать Есть такие артисты Любят очень На чьем-то фоне Чужой неудачи Чем лучше играет партнер Тем лучше играю я Партнер это спасательный круг И наслаждаться Чем-то провалом На фоне своего успеха Это признак того Что ты конченый Конченый ты А не артист Поэтому поверь Если бы это было плохо Ни я, ни Рома С площадки бы не ушли Потому что мы не будем Участвовать в сцене Где плохо работает партнер Только поэтому Не потому что ты Потрясающий артист Просто потому что Мы там были Нет-нет Говорите я потрясающий артист Потому что мы там были А раз мы там были Значит и ты хорошо сыграл Я закрыл все Я все закрыл Ура Ура Ну просто я потом Подходил к режиссеру Я говорю Я не могу так Как Стоянов делать Нафиг вы мне это вживали Он говорит Ну ты сделал Типа на процентов 70 А сейчас я понял Что не на 70 Нет-нет Ну что-то На 72 Ну и хорошо Знаешь как у меня был случай Какой Я снимаюсь В одном сериале И играю человека Который сильно моложе меня Сильно моложе И я переживаю Все говорю Ну режиссеру Говорю Ну как Блин Мне 60 лет было уже А там Майор милиции Или капитан Не помню Я говорю Ну как Да ты прекрасно Ты выглядишь Ну прекрасно Идет какая-то Старушка из массовки Говорит Бабулечка Ну вот скажите Ну вот Юрий Николаевич Ну разве он выглядит Тогда мне было 60 Разве он выглядит На 60 лет Она говорит Не Конечно не выглядит Не Где-то 65 66 Где-то Вам спасибо огромное Ну что Финальное что-нибудь Вот скажите Один вопрос Правда что вы имеете Отношение Какое-то отношение К фильму Брат 2 Да Очень простое Там Многие путают Там очень похоже На меня Есть водитель Американский Который на траке Везет Багрова Везет Даню Персонажа Он похож на меня И даже в интернете Где-то есть двойники И мы с ним вдвоем На самом деле В Брате 2 Я не водитель Это американский Очень хороший артист В Брате 2 Сережа Балабанов Попросил меня Озвучить Таксиста Второго Который Везет его Не в Москве Про которого он говорит Извините У вас брат В Москве Есть Вот этот Который везет его По Америке Чувак страну Просрал И ты сюда Приперся Вот этот вот человек Вот это я Вот и все мое Скромное Очень отношение К этому фильму В конце наших Музыкалашных посиделок Пока Юрий Николаевич Идет Вы определились Какую песню Как мы знаем Идет долго Ну почему Все это так Смешно Я когда-то Эту песенку Написал Сыну Мы на море Когда ходили Он воспринимал Горизонт Как стену И я тогда Вспомнил Свои детские ощущения Что они были Точно такими же Поскольку я вырос У моря В прямом смысле слова Вот Вот физически Прям Вот я жил У моря Прям И Времена такие были Знаете Вот Несвободное Время Ну в смысле Когда нельзя Никуда уехать Поехать Посмотреть мир И вот эти моряки Которые приплывали Из-за границы И это Они такую атмосферу Города составляли Это люди Которые заглянули Куда-то И вернулись И рассказали И заодно Привезли Битлз Пластинку Блин Классно Еще прошу прощения А вы на семиструнной гитаре Строй Семиструнной Начинал-то я на семиструнке Естественно На семиструнке Но Если Вот сейчас Я бы заново Начал учиться Потому что Когда я Слушаюсь Орехова Сергея Я считаю Что это гитарист Которому Нет равных В мире Просто Нет равных В мире Послушайте Старые записи Наберите Цыганскую Венгерку Или послушайте Семиструнщиков Братьев Колпаковых Это все наши Российские Когда Пака де Лусея Ехал В Советский Союз Он сказал Что у него есть Только одна мечта Увидеть Орехова Потому что он понимал Что это Непостижимый Уровень Исполнительский У нас вообще С гитарой Есть Столько Полнометражных Фильмов Я бы мог вам Рассказать Прямо сейчас Сочинить Вот сейчас Вот рассказываю сюжет Если нас будет смотреть Не только молодая аудитория А какой-нибудь креативный человек Был такой Алексей Зимаков Это шестиструнщик Классический Мальчик В возрасте Он гениально играл Уже и в 13 И в 12 И в 14 Уже его начали возить По миру Такой Моцарт Гитары А гитара Не детский инструмент Вот скажи Совсем Ну просто еще В силу Механических Особенностей Этого инструмента И динамики Звука И всего остального Это был гений Абсолютный Потом он Стал Получать Уже в возрасте 17 18 19 лет Крупнейшие Международные награды И в Америке И в Польше И где-то еще И все время Возвращался в Омск Он из Омска сам А в Омске Ну как вот Нет пророков В своем отечестве Что имеем Не храним Потерявши плачем Ну для них Ну взяли филармонию Ну такое Ну у нас есть гитарист Не понимая Абсолютно невероятного Мирового уровня Этого музыканта Наберите Вы посмотрите О нем есть фильм Который снял Товарищ его И потихоньку Этот человек Который Вот так Стоически Не покидает Родной город Не переезжает Никакую Москву Начинает заболевать Той Известной Русской болезнью В которой Топят Отчаяние И несправедливость У нас Веками И преподает Детям В школе Музыкальной Просто в музыкальной Школе Гитару Мирового уровня Музыкант Моцарт И выпив Засыпает У подъезда Зимой В Омске Отмораживает руки И ему Ампутируют кисти Гитаристу Естественно На этом его жизнь Закончилась Я считаю Что это Просто Это невероятный Совершенно сюжет К сожалению Взятый из жизни А не из головы Но ладно Мы споем Скромную песенку Горизонт На самом деле Самую первую Мою песню Горизонт Стоял стеною В море В горизонте Отыскали дверь И на этом Голубом просторе Не открытых Нет земель Теперь Держите ветер Держите ветер Пускай он дует В сторону земли И каждый вечер Пускай каждый вечер Домой возвращаются Корабли Океан И синий И зеленый И бывает Черный Как мазут И наверное Он такой соленый От того Что плачут Те что ждут Держите ветер Держите ветер Держите ветер Пускай он дует В сторону земли И каждый вечер Пускай каждый вечер Домой возвращаются Корабли В горизонт дороги все открыты Старый лёд расплавила весна Паруса мои почти что сшиты И для мачты выросла сосна А вот теперь маленькая пауза Этот куплет меня заставили написать Для того, чтобы залитовать эту песню В авторском обществе Паруса, сосна уже выросла, надежда А куплет был другой Его зачеркнули, я его забыл И только с годами вспомнил Океаном мы живём и бредим Только песни странной ты не верь Никуда с тобой мы не поедем Не увидим в горизонте дверь Держите ветер Держите ветер Пускай он дует В сторону земли И каждый вечер Пускай каждый вечер Домой возвращаются Корабли Друзья, это было шоу «Музлофт» Соль-мажор Конечно А у нас что? Приходит время Люди голову теряют Родственная соль-мажору Ладно, давай Проигрыш давай И Таня, ты делаешь классную классную проигрыш Раз, два, три, четыре Всё, пока Это было шоу «Музлофт» Смотрите нас И слушайте только хорошую музыку Стас Ярушин, «Музлофт Бен» И Юрий Николаевич Стоянов Пока Увидимся когда-нибудь Класс Класс Спасибо огромное Спасибо вам огромное, Юрий Николаевич Лена, иди с книжкой теперь Подходи уже Дождалась Какой кайф